Дорогие друзья, мы продолжаем наши уроки по недельным главам на основе беседы Борисской Рыбы. Сегодня беседа называется «Чего должен желать еврей?» В недельной главе Харимот. Праздник-пейзак закончился, сегодня первый послепраздничный день. Мы еще на подъеме, мы все в радости, дай Бог, чтобы мы эту радость несли. И дальше в течение всех дней. В начале недельной главы Всевышний указывает Моше предупредить Аарона, его брата, чтобы не заходил в святую святырь тогда, когда это запрещено, чтобы он не входил в святилище в любое время, однако Тора предваряет этот приказ, говоря о смерти двух сыновей Аарона. В чем связь между этим запретом и смертью сыновей Аарона? А мы говорили об этом уже заранее до того, это первая беседа была, связанная с этой недельной главой, о том, что у них было желание родцов подняться к Всевышнему, связаться с святостью, и оно преобладало над стремлением шуб вернуться в этот материальный мир, чтобы делать его... Свою работу. Да, чтобы выполнять работу и делать, освещать этот мир, делать его уютным жилищем для Всевышнего. Так вот, Раши от имени Раби Ильазара бен Эзрия приводит притчу о больном, который получил предписание от врача. Не ешь холодное, не спи в сыром помещении. После этого пришел второй врач и предупредил больного. Не ешь холодного и не спи в сыром помещении, дабы не умер ты, как умер такое-то, такое-то. Предупреждение второго врача было действенно, более действенно, так как именно оно позволяет человеку ощутить последствия нарушений. Почему именно в связи с этим приказом Всевышнего требовалось дать Аарону почувствовать опасность, а не заходить в святая святого, что ли? Это становится понятно из вышеприведенного примера. Больной с высокой температурой будет стремиться снизить ее, выпив холодной воды, и улегчить спать в прохладном месте. Да? Возможно. Обычное предупреждение может в данном случае не сработать, так как больной будет не в силах преодолеть желание снизить температуру. Именно такое предупреждение, которое делает опасность ощутимой, может победить желание больного и не позволить ему навредить своему здоровью. Когда он узнает, что случилось с кем-то в связи с тем, что он сделал неправильно, тогда это действует на него более сильно. Также Аарон, он чувствовал такое сильное желание соединиться с Творцом, что его невероятно тянула святая святая, святую святую, это помещение, да? Существовала вероятность, что несмотря на приказ, чтобы не входил он в святилище в любое время, Аарон не сможет сдержаться и зайдет внутрь. Поэтому именно здесь Тора упоминает о смерти его сыновей, когда они предстали пред Всевышним, чтобы дать ему ощутить большую опасность, связанную с этим. Как и во всем, о чем повествуется в Торе, в этой истории есть вечные указания для каждого еврея, где бы он ни находился. От еврея требуется приобрести сильнейшее стремление Аарона и его сыновей к божественной святости. Несмотря на то, он должен находиться в этом мире и создавать из него жилище для Всевышнего. Ему следует относиться к пребыванию здесь, к вынужденной ситуации, как сказано, не по своему желанию ты живешь. То есть, с одной стороны, от нас ожидается стремление учить Тору, быть в святом месте, освящать себя. С другой стороны, мы должны эту святость не просто наслаждаться ею, для себя, не просто уходить в это, погружаться и искать убежище от материальных забот, а принести эту святость в этот мир, освящать все то, с чем мы соприкасаемся. Те отношения, которые у нас есть, те дела, которые мы делаем, те материальные предметы, с которыми мы соприкасаемся. Ну, короче, не изолировать себя от этого мира, так сказать, активно в нем участвовать в его жизни. Да. Так как это предпосыл. Но личное стремление еврея должно быть противоположным. Выйти за рамки ограниченности этого мира и прилепиться ко Всевышнему. И если в действительности он не удовлетворяет это свое желание и не выходит из тела, то лишь потому, что подчиняется воле Творца, пожелавшего, чтобы человек сделал этот мир местом пребывания для него. То есть, натура, натура еврея, она стремится выйти из тела, вернуться к Создателю, приблизиться к Нему. Но у нас есть указание использовать святость для освещения этого мира. Это требование, на первый взгляд, является невыполнимым. Если еврей понимает и по-настоящему ощущает смысл своей жизни, то он стремится как раз находиться в этом мире, а не выходить из тела. А если ему говорят, что он должен стремиться именно выйти из тела, то как же он одновременно с этим может желать находиться в этом мире и выполнять то, ради чего он был послан сюда? Два задания. И подниматься вверх, и спускаться вниз, спускать эту энергию вниз. Ответ заключается в том, что на самом деле, пока человек находится в рамках действительности, это невыполнимо. Но когда он совершенно полагается на Муше, и тем самым уповает на Всевышнего, как бы принув к нему, тогда у него уже нет собственных желаний, а лишь воля Всевышнего является его желанием. То есть Мишер Абейна показывает, что это не твое собственное желание. Так Всевышний хочет. И так как Всевышний является обладателем противоположностей, то и у каждого еврея есть потенциал обладать этими двумя противоположными желаниями одновременно. То есть помните, есть такое сравнение, что евреи он должен жонглировать. И многие, многие великие мудрецы и царики, они занимались жонглированием. Что значит? Поднять вверх, подняться вверх, взять святость и спуститься вниз. И в этом наша жизнь. Вверх и вниз, вверх и вниз. Постоянное движение. Вверх взять, вверх взять, вниз. И стремиться опять вверх, чтобы опять получить эту свету энергию и опять спуститься вниз. Да. Ну что ж, на этом закончим. Хорошей недели. И после Песаха есть такое пожелание. Гезунде зом. Здорового лета. Всем здорового лета. Субтитры создавал DimaTorzok